Здравствуйте, меня зовут Юров Владислав и сегодня я бы хотел представить вам доклад, который называется «Динамика доменной стенки в ферримагнетиках под воздействием спинового тока вблизи точки компенсации момента импульса». Целью данной работы является исследование динамики доменных стенок в ферримагнитных материалах на примере гадолинии железокобальта под воздействием спинового тока произвольной поляризации вблизи точки компенсации момента импульса. Перед тем, как мы начнем говорить про ферримагнитных материалов, хотелось бы в общих чертах поговорить о возбуждении динамики доменных стенок в различных материалах и какие в данных случаях существуют ограничения и проблемы. И начнем мы с самого простого случая, мы поговорим про динамику доменной стенки в ферромагнитных материалах под воздействием внешнего магнитного поля. Известно, что скорость доменных стенок в ферромагнетиках под воздействием внешнего поля ограничена сверху так называемым уокеровским пределом а точнее автомодельность движения ограниченного некоторым уокеровским пределом дело все в том что при достижении так называемого уокеровского магнитного поля доменная стенка параметр порядка доменной стенки начинает осциллировать в результат чего доменная стенка начинает разрушаться что приводит резкому уменьшению величины скорости доменных стенок однако и нет однако это не является основной проблемой ферромагнитных материалах также динамика доменной стенки а точнее скорости доменных стенок ферромагнетиков достаточно не велики обойти это ограничение позволяет использование спин поляризованного тока известно что ток электрический ток проходя через магнитный материал становится поляризованным по спиной начиная отнести вместе собой момент количества движений попадая в свободный магнитный строй момент со стороны спинового тока начинает действовать на магничной свободного слоя переориентируя ее в результате использования спина вот в результате использование спинного тока позволяет увеличить существенно увеличить предельные скорости доменных стенок под воздействием внешнего магнитного поля что было показано как экспериментально так и теоретически однако ферромагнитных материалов по-прежнему существует естественное ограничение связанное с вокеровским пределом избежать этого ограничения позволяет использование антиферромагнитных материалов в экспериментах четки на 78 года было показано что скорости доменных стенок под воздействием магнитного поля в антиферромагнетиках могут достигать 20 километров в секунду однако в данном случае существуют свои проблемы дело все в том то что детектировать состояние на магнитности в антиферромагнитных материалах достаточно сложно силу малой величины суммарной на магнитности этих материалов именно в этих случаях мы начинаем говорить про перри магнитные материалы известно что в некоторых ферри магнитных материалов существуют некоторые особые критические точки динамика вблизи которых достаточно интересно эта точка компенсации на магнитности то есть та температура в которой на магнитности двух магнитных подрешеток или магнетика равны и точка компенсации момента импульса где соответственно отношение на магнитности гиромагнитному отношению каждый из подрешеток равны нам же будет интересно динамика доменной стенки именно вблизи точки компенсации момента импульса по той причине что эффективное гиромагнитное отношение и параметров диссипации гильберта данной точке расходятся с теоретической точки зрения а это означает что динамика вблизи данных точек будет достаточно интересно Идея для этого исследования была взята из недавней статьи Кима, опубликованной в Nature Materials в 2017 году. Авторы показали, что скорости доменных стенок в перемагнитных материалах вблизи точки компенсации момента импульса под воздействием внешнего магнитного поля могут достигать порядка 2 км в секунду. И в данном случае будет интересно посмотреть, а как же будет меняться динамика доменной стенки, если в качестве того, что будет возбуждать динамику доменной стенки, мы возьмем не магнитное поле, а исключительно спин-поляризованный ток. Таким образом, мы переходим к основной теме данного доклада, а именно исследование динамики доменной стенки в ферромагнетиках под воздействием спинового тока вблизи точки компенсации момента импульса. Немножечко поговорим про вывод динамических уравнений движения доменной стенки. Чтобы получить уравнение, описывающее динамику доменной стенки в ферромагнетиках, мы воспользуемся лагранжианом двухподрешеточного ферромагнетика, эффективным термодинамическим потенциалом данной системы, диссипативной функцией релея и плотностью мощности спинового тока, запись которой вы можете видеть слева на экране. Используя квази-антиферромагнитное приближение, справедливое вблизи критических точек, мы можем получить эффективный лагранжиан, функцию релея и плотность мощности спинового тока. В результате, решая уравнение Эйлера-Лагранжа, мы можем получить уравнение, описывающее динамику доменной стенки под воздействием спинового тока произвольной поляризации. Для начала рассмотрим случай, когда поляризация спинового тока располагается в плоскости образца. В этом данная ситуация возможна, например, при так называемом спин-холл-эффекте. Как вы можете видеть из картинки слева, в данном случае также присутствует некий уокеровский режим. То есть, достигая некоторой максимальной скорости, скорость доменной стенки уменьшается, а затем и вовсе становится равной нулю, достигая пост-уокеровского режима. Однако, при приближении температуры к точке компенсации момента импульса, данный пост-уокеровский режим становится все больше и больше. То есть, скорость, то есть, предельная уокеровская скорость увеличивается при приближении к, соответственно, температуре компенсации момента импульса. Данные результаты также были показаны теоретически. Другая же, куда более интересная ситуация наступает, если, соответственно, поляризация спинового тока направлена перпендикулярно поверхности образца. В этом случае динамики доменной стенки в точке компенсации момента импульса нету, она отсутствует, что можно видеть из картинки А слева. Однако, параметр порядка в ферримагнитных материалах в точке компенсации момента импульса начинает осциллировать с частотой порядка 15 ГГц вблизи точки компенсации момента импульса. И эта частота тем больше, чем выше, соответственно, величина плотности спинового тока. В данном случае мы рассмотрели лишь стационарный режим движения доменной стенки, то есть тот случай, когда плоскостная анизотропия равна нулю. В этом случае скорость доменной стенки линейно зависит от плотности спинового тока, однако меняет свое направление при прохождении через точку компенсации момента импульса, что также было продемонстрировано экспериментально. Следующий случай, который мы рассмотрим, это случай, когда плоскостная анизотропия отлично от нуля. В этом случае можно выделить два режима движения доменной стенки – стационарный и нестационарный режим. В стационарном режиме, то есть когда величина плотности электрического тока, плотности спинового тока меньше, чем определенный предел, доменная стенка двигается какое-то время и затем, соответственно, замирает. Это показывает красная кривая слева. Однако же в нестационарном режиме, то есть после достижения электрического тока определенной плотности, доменная стенка начинает движение, что можно видеть, опять же, из синей кривой, что продемонстрировано с синей кривой слева. Средняя же скорость доменной стенки зависит от плотности электрического тока следующим образом. До определенного критического тока скорость доменной стенки равна нулю. После достижения критического тока, скорость доменной стенки начинает линейно возрастать с внешним электрическим током. И точно так же, как и ранее, при прохождении через точку компенсации момента импульса, скорость доменной стенки меняет свое направление. Таким образом, в результате данного исследования были показаны особенности динамики доменной стенки в ферромагнитных материалах под воздействием спинного тока различной поляризации. В случае плоскостной поляризации наблюдается картина, похожая на картину, которую мы наблюдали в ферромагнитных материалах, с той лишь разницей, что при приближении к температуре компенсации момента импульса, уокеровский предел становится все выше, то есть предельная скорость доменной стенки увеличивается при приближении к точке компенсации момента импульса. В случае же, когда поляризация спинового тока перпендикулярна поверхности образца, в точке компенсации момента импульса динамика доменной стенки не происходит, однако параметр порядка осциллирует с частотой с порядка 15-20 ГГц в зависимости от величины плотности спинового тока. Всем спасибо за внимание.